Они любят проводить время вместе. Читать, играть, рисовать и, конечно, веселиться. В семье Гуреевых подрастает трое детей. Старшая дочь и два маленьких сына. У каждого ребёнка свой характер и увлечение, поэтому скучно в доме не бывает. Кроме того, Ирина – школьная мама для нескольких поколений учеников. В гимназии номер три города Владимира она работает учителем русского языка и литературы почти 20 лет. Главный секрет успеха – найти золотую середину между заботливой мамой, другом и требовательным педагогом. Десять лет я считала себя девочковой мамой. Бантики, куклы, платьишки. Ребёнок был очень спокойный. Мальчики оказались совершенно другими по характеру, чем девочка. Мальчики – это избыток энергии, это постоянное движение, это постоянное дёрганье мам-мам-мам-мам. Мне не педагогический опыт помогает в материнстве, а наоборот. Мне моё материнство помогает в моём общении с ребятами, потому что я глубже начала чувствовать детей. К слову, старшая дочь Варя тоже учится в третьей гимназии и понимает, сколько сил и энергии мама тратит на уроках и дома. В их семье все стараются помогать друг другу. Нам очень помогает папа. То есть, когда маме нужно подготовиться к каким-нибудь урокам или ещё к чему-нибудь, то он всегда сидит с маленькими детьми. А мы с мамой сидим в моей комнате, готовим домашнюю работу. Или она как раз готовится к своей работе. А так, конечно, мама старается всё совмещать. И у неё вроде бы как хорошо получается. Ирина Гуреева – победитель городского и областного конкурсов «Учитель года». Выходила и на всероссийский уровень, где достойно представила нашу область. Не бояться вызовов, стремиться к новым знаниям и открытиям. На своём примере она учит и окружающих. В век компьютеров и мобильных телефонов Ирина Владимировна помогает понять ценность книги и живого общения. Для родной гимназии вместе с мужем Олегом они написали гимн. Теперь без его исполнения в учебном заведении не обходится ни одно важное событие. Однажды на одном из классных часов вместе со старшеклассниками Ирина Владимировна дала определение успешного человека, которое, наверное, вполне подходит и ей самой. Успешный человек – это не тот, который имеет какой-то статус или богатство. Успешный человек – это счастливый человек. Успешный человек – это который нашёл себя в жизни. Успешный человек – это который удовлетворён своей жизнью и может дать что-то другим. Ирина, как и все мамы, с радостью принимала поздравления в праздник. Но она уверена, что для женщины, у которой есть дети, каждый день – День матери.